Чтобы действовать по Слову, нужно веровать. Верование производит действие. Это не просто умственное согласие. Это не просто одобрение или признание бездействия по этому Слову. Действие. Сейчас пришло время явить здесь Христа. Как это сделать? Когда я говорю «Во имя Иисуса», Иисус приходит. Спроси соседа, как мы проявляем Иисуса? Многие говорят «Будь исцелен, будь освобожден, аминь». Но Иисус не появляется. Это просто слова. Есть разница между тем, чтобы молиться молитвой и говорить слова. Действовать по Слову – это значит позволить Христу действовать через вас. Я имею в виду, что действие по Слову дает возможность Христу исцелять и освобождать вас. Действие. Он ищет возможности, чтобы есть с вами, разговаривать с вами, спросить, как у вас дела, прикоснуться к вам, жить с вами. Действие по Слову дает Христу эту возможность. Христос становится явным через взирание на Слово и действие по Нему. Веровать становится проще, когда мы знаем, что это значит действовать на основании того, что сказал Бог. Это все упрощает. Вера достигает совершенства, когда мы действуем по Слову. Веровать становится очень просто, когда вы знаете, что это значит действовать на основании того, что Иисус сказал. Люби ближнего, как самого себя. Не убивай, не кради. Просто действуйте на основании этих заповедей. Вы можете говорить обо Мне, но вы не можете быть, как Я. Если вы скажете, Тебе Джошуа такой-то, он среднего телосложения, он то, сё. Всё это, что вы знаете обо Мне. Но что насчёт манеры моего поведения? Я могу бегать. Вы можете так же? Я могу смеяться. Вы так же смеётесь? Я могу танцевать. Вы так же можете танцевать? Если вы не можете так же бегать, то вы не знаете Тебе Джошуа. Вот в чём проблема нашей веры сегодня. Верование требует действия. Производит действия. Вот что значит веровать. Мы слушатели, но не исполнители. А если мы слушатели, то у вас просто есть понимание смысла, умственное согласие. Быть слушателем, но не исполнителем, это, когда вы имеете веру во что-то, то это вера в человека, в то, что человек сделал, науку, дела, организацию. Чтобы иметь веру в Бога, вам нужно быть исполнителем слова. Но если вы только слушатель слова, то всё, во что вы верите, это в человека, в то, что человек сделал, наука, дела, организация. Вот во что вы можете верить, потому что вы не исполнитель слова. Вот почему вы можете построить большую прекрасную церковь. Вы можете всё прекрасно организовать. Вы можете насаждать церкви, строить здания. Наука. Вы можете много всего произвести. Всё это природные человеческие дары, для чего вовсе не обязательно послушание Богу. Вы учитесь, вы платите цену. Вы слышите и изучаете Слово Божие, помещая его в память, а не в своё сердце. Это просто понимание смысла, умственное согласие, что я охарактеризовал как восхищение или признание, но не действие по слову. Мне нравится, как ты выглядишь. Ты хорошо выглядишь. Это ещё не значит, что я могу умереть за тебя. Вот почему сегодня, когда вы хотите пожениться, то смотрите на внешность, на обеспеченность человека, на его привлекательность, на внешние качества. Это умственное признание. Но если вы пойдёте путём веры, чтобы вступить с кем-то в брак и быть ведомым Богом, вам потребуются действия, которые будут исходить из сердца. Потому что Библия говорит, что всё, исходящее не из сердца, это грех. Действия должны исходить из сердца. Любовь от сердца — это любовь от Бога. Скажи соседу, я нашёл секрет. Пусть Слово свободно проходит вас. Пусть Слово господствует вас. Пусть Слово управляет вами. Пусть Слово живёт вас. Вот в чём секрет того, как явить Иисуса. Но каждый раз, когда вы призываете Иисуса, люди вокруг вас слышат вас, вы слышите себя, но Иисус не слышит вас. И это очень разочаровывает. Это то, что произошло в семью сыновья Мискевы, когда Иисус не услышал их. Бес сказал, «Иисуса я знаю, и Павел мне известен. А вы кто?» И начал избивать их. Но если бы Иисус услышал их, он бы был там, чтобы действовать за них, чтобы защитить их. Секрет того, чтобы явить Иисуса, это позволит Слову свободно проходить вас, позволит Слову господствовать вас, управлять вами, жить вас. Это секрет. так вы сможете есть с Иисусом. Так, когда вы скажете «Иисус», Он спросит вас, «Что ты хочешь?» «Я хочу спать, и хочу, чтобы ты был со мной». «Хорошо, не переживай, дай мне подушку». Теперь вы понимаете, почему каждый день вы призываете себя вместо Иисуса. Если вы не даете, вы не получаете. В таком случае вам нужно давать, чтобы получить. И речь идет не о деньгах, а о вашем самом ценном времени, силе и любви. Вы должны выделять ваше самое лучшее время для Слова Божьего, вашу самую сильную любовь. Если бы сегодня вы были не здесь, а дома, куда бы вы пошли? Могли бы вы пойти на работу сегодня или в банк? Сегодня не самое дорогое время для вас. Ваше ценнейшее время это когда вы оказываетесь между миллионом долларов и молитвой. И вы выбираете пойти помолиться и по окончании прийти за деньгами. Даже если вы потеряете деньги из-за молитвы, вы прежде всего выберете молитву. Много ли из вас на такое способны? Свобода выбора может стать величайшим даром, который у вас есть. Есть такие, кто сегодня должны бы быть здесь, но их нет. И когда вы встретитесь с ними, они скажут вам, что когда они привыкли в церковь, то им позвонили и сказали, что их любимый человек в коме. Это время выбора. Выберете ли вы идти к вашему любимому человеку, который находится в коме, или прийти к Богу? Кто допустил впасть кому-то в коме? Бог – это не одно из дел. Он единственный. Даже просто ваш приход сюда может оживить того, кто в коме. У вас Бог не занимает должное место. Вот в чем ваша беда. У многих из нас нет дома алтаря. По уходу из церкви вы приходите домой и ставите полученную утреннюю воду туда, а Библию и буклеты со служением сюда. Перед тем, как войти в комнату, по возвращении откуда бы то ни было, вы должны встать на колени напротив вашего стола, который является алтарем, куда вы поставили все, что получили сегодня вместе со своей Библией и воздать Богу славу за то, что дал вам благодать вернуться домой, так, как если бы вы верили, что ангелы Божьи сопровождают вас до этого места и ожидают сейчас вас у алтаря. но вы, возвращаясь домой, идете в спальню, вешаете одежду, где моя еда, у вас нет алтаря, порой у вас есть откровение, что вы должны поститься и молиться сегодня, и вы пребываете весь день у своего алтаря. Алтарь должен быть местом, где вы должны быть наиболее сконцентрированы. Бог это не одно из дел, Он единственный. Вот почему мне сложно носить часы, потому что я не могу ограничивать Бога временем. даже если они на мне, я на них не смотрю, когда я в присутствии Божьем. Когда мне надо уйти, я не смотрю на часы. О, уже 10 часов, уже 12 часов. Я не определяю ему время. Это один из пунктов, где мы проявляем невежество, хотя заявляем, что служим Богу. Не вы служите Бога, а Бог служит вам. Глядя на вас, я не вижу, чтобы каждый снял браслет и перебирал четки. А именно в этом его предназначение. Пока я говорю, вы должны пребывать в состоянии молитвы, проговаривая, возьми больше меня, о Господь, дай мне больше себя. Если вы не можете делать это тут, то дома, когда вы будете смотреть, к примеру, футбол, по телевизору, вы об этом вообще забудете. А именно в это время, смотря телевизор, вы должны вести учет своей вере. Вам нужно развивать привычку созидать себя. Вам нужно формировать себя. Когда вы созидаете себя, Бог воспримет это. Он возьмет вас в определенное место и начнет сам созидать вас. Но прежде всего, вы должны начать это, перед тем, как Бог возьмется за вас. Смотрите, что произошло с Петром. Я не раз приводил этот хороший пример. Когда Петр хотел прийти к нему по морю, он сказал ему, иди, ты сам иди, сделай сам шаг. Петр начал идти и тонуть, пока наконец не исчез в море. Иисус позволил его вере быть испытанной. Ваша вера должна быть испытана. Взаимоотношения должны пройти тяжелые и хорошие времена, прежде чем они станут зрелыми взаимоотношениями, прежде чем их на самом деле можно будет назвать отношениями. Если в понедельник с утра все идет хорошо и гладко, так же и во вторник, и в среду, и в четверг, я уже не буду дожидаться пятницы, а начну упаститься и молиться, говоря Богу, что чувствую опасность. Этот мир не принадлежит нам, мы в нем только прохожие. вы занимаетесь бизнесом. В понедельник большая прибыль, так же во вторник, в среду и в четверг. Вы уже должны знать, что вы создаете опасность. Что-то придет и уничтожит ту прибыль, которую вы получили с понедельника по четверг. Если с понедельника по четверг у вас сплошная прибыль, не ходите на работу в пятницу. Избегайте такой прибыли. Она опасна. Идите в пост и молитву. В этом мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил за вас. Вы не понимаете, что вы в мире и то, как Библия описывает этот мир по отношению к нам, верующим. Кризисы, трудные обстоятельства для вас, как для христиан, это ваши друзья, а не враги. Когда вы начинаете смотреть на ваши обстоятельства как на друзей, вы преодолеваете их. Порой из-за того, что вы знаете, что вы сами причина своих проблем, вы думаете, что эти проблемы ваш враг, но даже в этом случае это не так. Они предназначены для вашего возрастания. Разве экзамены, которые вы сдаете, чтобы перейти на следующий курс, это ваши враги? Точно так же и в жизни. Вы уже сдали много экзаменов, чтобы быть там, где сейчас вы находитесь. экзамены это не враги, за исключением только, когда вы не подготовлены к ней. Когда наступает время проверки, а вы оказываетесь не готовы к ней, то она становится для вас врагом. Но когда вы готовы к проверке, вы молитесь, вы счастливы, это ваш друг. Те, кто хочет возрастания, постоянно молятся о проверке. И когда проверка наступает, и вы проходите ее, вы получаете продвижение. Вот для чего трудности для вас, как для христиан. Ваши трудности это ваши друзья. Они для вашего продвижения. В духе вы не можете оставаться инертным. Вам нужно постоянное возрастание. Трудности могут быть самыми разными. Все зависит от того, для чего они предназначены. в соответствии с Божественной волей. Вашими обстоятельствами может быть болезнь, бедность, лишение, немощи, разочарование. Трудности предназначены для вашего духовного роста. Вы все знаете причину ваших сегодняшних трудностей. Вы знаете, как много людей вы обманывали в прошлом. Как вы ходили к колдуну, чтобы взять приворот и положить его вашему начальнику, чтобы он был смещен, а вы заняли его место. Вы знаете, как вы собирали подписи, в которых была ложь против вашего начальника, и в конце концов он был уволен, а вас повысили на это место. Или если вы пили много алкоголя, и это нанесло вред вашему организму, то не надо называть это духовной пользой. Это не духовная польза, это убьет вас, если не вмешается Бог. Я говорю о том, что когда вы принимаете Иисуса как вашего Господа и Спасителя, отрекаетесь от своего прошлого и следуете за Ним, то с какими проблемами вы не столкнулись, это для вашей духовной пользы. Иисус никогда не говорил, что если вы примете Его, то не встретитесь с трудностями. Именно поэтому Он и сказал, «Я молился, чтобы не оскудела вера твоя». Ученики, которым Он это говорил, были Его последователями, но Он сказал им, «Я молился, Симон, чтобы не оскудела вера твоя». Это значит, что придет нечто, что бросит вызов их вере. Кто бросает вызов вере? Обстоятельства, сатана, неприятности и все эти дурные вещи, болезнь, немощь, разочарование, неудачи, «Я молился, значит, что придет нечто, что испытает их веру, что заставит их задуматься, следует ли продолжать следовать за этим человеком или вернуться в мир». Это искушение, о котором мы говорим. Эти трудности для вашей духовной пользы, потому что вы не одиноки. «Скажи это соседу». Так чего вы тогда боитесь? Почему вы живете, будучи христианами, так, будто не должно быть никаких трудностей и испытаний? Они будут, но эти обстоятельства, трудности и испытания предназначены для вашей духовной пользы. Польза означает, это чтобы продвинуть вас. Когда вы сталкиваетесь с трудностью, вы не одиноки, и по окончании этих трудностей вы возрастете. Я хочу дать вам ключ, который поможет вам в жизни. Каждый раз, когда вы встречаетесь с трудностью или испытанием, это время, чтобы почтить Иисуса перед людьми. Знаете, как почтить его? Вот, к примеру, у меня может тут болеть. Это время, чтобы быть счастливым перед людьми. Всякий раз, когда вы встречаетесь с какой бы то ни было проблемой, это время почтить Иисуса перед людьми. Сатана хочет, чтобы когда приходят трудности, вы были печальны. Это то, чего он хочет. А эта печаль недопустима для Духа Святого, потому что Духу Святому нужен Свободный Дух для взаимодействия. Ваш Дух должен быть свободен. А когда он свободен, приходят радость и счастье. Но когда ваш Дух не свободен и вы переживаете, то забудьте тогда о Духе Святом. В этот момент Дух Святой для вас недоступен. Итак, Сатана хочет, чтобы вы были печальны постоянно, потому что он знает, что быть печальным это быть вне Бога. Быть несчастным это быть вне Бога. Он знает, что когда вы печальны, вы вне Бога. Вот почему трудности будут приходить. когда вы счастливы и внезапно вам звонят и говорят, что что-то произошло, и радость тут же проходит. Иисус уходит, приходит сатана. Иисус должен быть почтен в моей жизни каждый день. Когда вы несчастны, вы не можете принимать правильные решения. Это значит, что вы не можете молиться. И если вы пытаетесь молиться, то вы молитесь сами себе. Окружающие вас люди будут вас услышать, но Бог вас не услышит. Вы понимаете, почему важно быть счастливым и радостным? Даже, когда нечему радоваться. Итак, сатана добивается того, чтобы выхватить вас у Бога. В тот момент, когда вы несчастны, вы вне Бога. Тогда он может атаковать вас и иметь к вам доступ. Когда вы счастливы, сатана не может к вам подступиться. Я не говорю об искусственной радости. Можно создать радость, выпив, покурить. Эту радость вы сами себе создаете. Или вы идете на вечеринку, танцуете, создавая себе радость. Я не о таком счастье вам говорю. Я говорю о естественном. Лекарство от ваших трудностей это счастье. то счастье, которое вы испытывали до трудностей, не потеряйте его. Когда приходят трудности, вы можете оставаться и пребывать в вашей радости. Быстро вспомните, что в Библии сказано. В этом мире, посреди этих несчастей, унижайтесь. посреди этих проблем, плохих новостей, атак, даже если вы испытываете сильнейшие атаки, не забывайте, он сказал, мужайтесь, будьте счастливы. Это поможет мне иметь доступ к вам. Он хочет иметь доступ к вам, когда вы в беде. А для этого вы должны быть счастливым в этой беде, чтобы он смог прийти и вызволить вас. Это решение мы должны принять, когда мы следуем за ним. Решил пойти я за Иисусом. Решил пойти я за Иисусом. Решил пойти я за Иисусом. Я не сверну с того пути. Иисусом. Итак, кто-то придет, чтобы убедиться, что вы на самом деле приняли такое решение. Кто-то придет к Богу и спросит его, позволь мне пойти к этому человеку и убедиться, что он на самом деле это сделал. он может прийти к вам с болезнью, с атаками, с чем угодно, чтобы показать, на самом ли деле вы имели в виду то, что говорили. Если вы говорили это от всего сердца, то чем больше атаки, тем больше ваше желание по отношению к Богу. Но когда вы не утверждены том, что говорили, то когда приходят атаки, вы оглядываетесь назад и начинаете видеть Иисуса в дурном свете. Вы думали, что приняв Иисуса, у вас не будет проблем. Берегите себя. Кто-то придет для подтверждения того, на самом ли деле вы имели в виду то, о чем говорили, и он не перестанет приходить, но его приход будет продвигать вас, если вы на самом деле это имели в виду. Скажи соседу, если ты на самом деле имеешь в виду то, о чем говоришь, его приход будет для этого его продвижения. Павел сказал в послании к римлянам, что может отделить нас от любви Божьей. Он имел это в виду на самом деле. Он сказал это от всего сердца. И в самом деле беды и несчастья пришли. Через что только Павел не прошел. но чем больше всего случалось, тем больше было его желание по отношению к Богу. Что может отделить меня от любви Христовой? Болезнь, немощь, бедность, лишение, смерть? Что может отделить меня? Нападкам подвергается святое, они нечистое. Если вы не заслуживаете, никто вас не будет атаковать. Есть много людей, которые живут и спят на улице. Никто не атакует их. Атаки на вас это показатель вашего потенциала, вашей ценности. Если вы чего-то заслуживаете, вы будете атакованы теми, кто этого не заслуживает. Вы же никогда не завидуете тем, кто ниже вас, но тем, кто выше. Итак, если вы решили идти за Иисусом, утвердитесь в этом. Кто-то придет спросить вас, чтобы услышать от вас подтверждение. Будьте утверждены в этом. Спасибо.